Друзья, всем привет! Прошлый ролик мы закончили на настройке интернета Starlink и теперь мы продолжаем тестировать его я уже поставил на загрузку файлы которые нам нужны для создания новых роликов то есть вот уже парочку загрузил все работает все загружается скорость на загрузку небольшая но она была и ожидаема но хотя бы чтобы было плюс-минус в тех местах где у меня не работает с телефона интернет потому что это большая проблема иногда можно заехать там на выходные стоять и ничего не загрузить поэтому это очень накладно для меня поэтому файлы загружаются вот значит скорость она нестабильная но это понятно сам интернет такой очень интересный космический поэтому максимально что в пике я видел цифры которые были ну где-то 13 мегабит вот график больше у нас не показывает он такими вот всплесками идет но файлы загружаются тем не менее сейчас я поставил большой размер файл где-то 2 гигабайта вот он уже начал загружать где-то уже за 2 минуты 3 процента загрузилась вот пока что всем доволен надо только протестировать в других штатах как будет работать сейчас я нахожусь в вайоминге ждем груза поэтому можем пока болтать также я вам рассказывал про ифту значит я нашел по-русски простым простыми словами это будет международное соглашение о налоге на топливо то есть в каждом штате где вы едете вы должны по идее заправляться и если вы не заправляете значит вы платите налог на те мили которые вы проехали на средний пробег то есть грубо говоря вот у меня за третий квартал распечатка сколько я заплатил заплатил я за третий квартал 1016 долларов 60 центов как оно идет вот в каждом штате я тогда ездил на драйвене в калифорнии естественно я не заправлялся и наездил миль 9321 из них я только заправился без этих вот миль я заправил только 6 галлонов по расчету что средний у меня был пробег 828 я правда не знаю как это высчиталось у меня был больше 8 и 5 ну как-то программа но посчиталось вот так то есть я по идее должен был заправить в калифорнии на тем мире который вот я проехал 1126 галлонов а я заправил только 6 галлонов то есть 1120 галлонов облагаются налогом смотрите я вам говорил сама большая цена в калифорнии 89 центов за каждый галлон то есть я должен заплатить 1000 долларов 16 центов налогов так она и есть значит смотрим дальше я же ездил с калифорнии через юту на колорадо вот колорадо четыре тысячи триста сорок семь галлонов миль из них я заправил когда проезжал эти вот мили заправил 1158 галлонов потому что в авроре самое дешевое топливо было этом заправлялся вот по пробегу я должен был заправить пятьсот двадцать пять галлонов значит я заправил лишних тысячи тридцать три галлона вот она считается на 26 центов во 6 половиной центов и вот мне вернули то что я лишних заправил на 273 доллара то есть мне эти налоги вернули потому что они лишние я не столько не наездил а в других штатах где они заправлялся вот допустим давайте возьмем айову там я проехал восемьсот шестьдесят семь миль заправил только пятьдесят семь галлонов а должен был 105 из них облагаются налогов только сорок восемь и исходя из того что тридцать два с половиной цента за каждый галлон заплатил вот 1560 я должен был заплатить собственно и сделал далее у нас идет иллинойс в иллинойс я проехал 1314 миль ноль галлонов заправил в иллинойс очень дорогое топливо из среднего расхода это 159 галлонов я должен был заправить на семьдесят восемь и восемь центов сто двадцать пять долларов будет виталик добр заплатил и вот так вот в каждом штате где проехал меньше заправил больше налоги мне возвращаются где-то плюс где-то минус это плюс это минус и вот получается что в общем я заправил четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре галлона за три месяца в 3 квартал на квартал то три месяца и все из-за них в общем то где-то плюс минус плюс минус я вот заплатил тысяча шестнадцать долларов 16 центов то есть если кто-то думает что купит траки будет сразу зарабатывать много нет как бы я рассчитывал мы все кто покупали траки рассчитываем на долгую то есть не то чтобы сейчас заработала свой молодец нет такого не получится рынок поменялся и он всегда менялся в америке сколько вот я не работаю с перевозками я там полтора два года работал на боксереке постоянно ситуация так вот вверх вниз вверх это как же как живое как живой организм и вот рынок вот так вот плавает вверх и сверху это был всплеск в двадцатом двадцать первом году после коронавируса тогда грузов накопилось порту много корабли стояли контейнеры были загружены и нужно было их разгрузить развести тогда уже платили там денег сумасшедшее количество и все думали что будет я знал что такого не будет постоянно но и тогда грузовики стоили много денег не было выгодно покупать а я уже хотел тогда то есть у меня деньги были я просто ждал момента чтобы купить его плюс-минус за какие-то те деньги которые он бы стоил потому что на тот момент условно говоря такой же грузовик такой же комплектации но стоил 250 тысяч и там кредит по 5000 долларов месяц ну зачем такой мир я поработал еще на компании все без проблем заработал денег уже в конце когда рынок поменялся я уже стал меньше заработать и заработать до этого и сейчас конечно же кто-то скажет так а сейчас еще же меньше ты зарабатываешь так и такого не бывает если кто-то думает что владельцы компаний работают себе в минус это все глупости не верьте никогда никто в минус не работает все работают в какой-то плюс но очень маленький для себя и глупо предполагать что я работаю сам на себя вот допустим четыре недели я заработаю меньше чем водитель который работает в компании у него нет расходов это масло поменять раз там два с половиной месяца это другие там полонки резины нет сразу вам скажу что это не так сейчас зарплаты 8000 наверное за четыре недели ну 9 может быть потолок потому что грозы стали меньше и компания не может себе позволить дать водителю 2000 миль ехать за там 400 4 500 потому что топливо дорогое я вам говорю что основная статья расходов компании это топливо естественно водитель будет проезжать сейчас гораздо меньше миль и также сама на зарплате будет получать от 1800 до 2 400 в неделю это максимум но может 2 600 2 800 кто-то зарабатывать и также сама смотря кто сколько ездит кто-то может проехать и 3000 миль а кто-то может и 4 но не спрашивайте как люди так проезжают все вы знаете как это делается не надо не надо этому вам рассказывать в интернетах как это работает поэтому выбросьте сразу с головы эти глупые мысли если кто-то думает покупать не покупать рака это только вам решать никто за вас не может это решить надо сейчас он покупатель не надо покупать это все сугубо лично дешевле траки не станут я смотрел прогнозы даже сами те кто занимаются дилерские все говорят что на следующий год траков будет чуть меньше произведено они все пытаются сделать электрические эти грузовики скорее всего дотации от государства идут они будут специально сокращать количество выпускаемых новых траков на дизеле а цена у них возрастет потому что инфляция никто инфляцию не отменял все равно не борется борется с инфляцией но ничего подобного на 15 процентов меньше а траки вырастут тоже на сколько это там процентов в сумме поэтому узнаем в следующем году сколько будет стоить новые грузовички я еще свой покупал напомню 197 700 наверное сколько он часто задают вопросы и на почту и в комментариях пишут вот а мы вот так а столько-то денег даже вот звонит мне знакомый я его обучал моим учеником был давно он работал там в одной а второй в третьей компании звонит на спрашивает совета то есть я ему говорю послушай если ты думаешь что будешь очень много зарабатывать денег то нет сразу тебе могу сказать потому честно открыть это максимум 2-3 тысячи больше если ты работать будешь четыре недели он говорит нет неправда я буду зарабатывать там 5 и выше ну пожалуйста но он говорит что на стопдеке столько заработать знаю что на стопдеке грузов меньше я стала и с ними всегда было вопросов больше нет ты не прав я буду я буду ну окей без проблем в итоге не знаю купил трафик или нет поэтому не надейтесь что если вы кого-то посадите сами будете дома сидеть ничего вас не получится знаю реальные истории когда люди так думали покупали а потом сами в перерывах подрабатывали из тех денег которые зарабатывали платили людям зарплату есть и начинается надо начинать в плохие времена что когда она станет хорошие у вас уже будет опыт все налажено все настроено вы просто берете садитесь и едете они решаете какие-то вопросы попутанным кто купить это купить как это работает как то работает нет я давно хотел я сделал я не нисколько не жалею да психологически это сложный такой барьер это зарабатываешь одну саму денег за ту же самую работу а потом ты так вот плавненько чувствуешь что у тебя она вниз идет и ты удивляешься блин ну как то та же самая работа а денег получается меньше и это всегда была причиной того что когда вот в компаниях начальство руководители меняют зарплату людей начинаются такие диссонансы в голове вот я буду в ту компанию там больше платят там меньше платят и всегда ни к чему хорошему не приводит по моему опыту и по опыту тех кто даже рассказывать всякие истории на словах все красиво надо на деле всегда проверять и один лишь могу совет дать нужно менять компанию либо идти в какие-то компании по чьим-то рекомендациям ничто не должен кто-то прочитал это вот а там больше платить чем здесь нет что вот работает у вас коли там друг или знакомы вы у него спросили как вас грузят как он работает как он получает он реальные показывать зарплаты и тогда вы из этого делаете заключение а вот так то так то так то есть с чем сравнить как стабильно нестабильно платят задерживать ваши деньги не задерживают есть компании которые задерживают зарплату там вы отработали неделю а деньги вам будут только через две а потом скажет о этом в общем и целом много всяких есть проблем казалось бы там платят больше а когда вы свои деньги заработать и вы еще будете забирать все через личный опыт я не выдумывал каких-то историй говорю вам как есть чем хуже времена запомните тем больше проблем во всяких компаниях с выплатом денег это законы все я заканчиваю свой спич небольшой вкратце вы же многие просили что больше было разговоров я продолжаю загружать файлы для вас чтобы у нас были новые ролики ждем нового груза и сразу же отправляемся за ним так груз нашли скоро выдвигаемся в дорогу а я хотел ответить вы часто спрашиваете что же я ем в дороге всякое бывает все по-разному тут я вам хочу сказать белорусская сгущенка а оао рогачевский молочноконсервный комбинат вот что едим в америке не то золото которое считает александр и григорьевич своим национальным богатством в виде калинах удобрений вот настоящее белорусское золото даже в америке есть белорусская сгущенка я уже доехал к загрузке завтра будем с вами загружаться мешками коллоид повезем в канзас и вот мы испытываем наш starlink значит изначально скорость была гораздо ниже максимальная в передаче имею ввиду было не более 11 мегабит в секунду и падала до 1 и там где-то даже до 300 килобит сейчас же не знаю что произошло может быть спутники поменяли свое расположение может быть приблизились отдалились может быть сети разгрузилась что мне больше кажется меньше участников активной сети стала и у меня скорость выросла вот максимальная ведь по графику до 32 но я видел 35 мегабит было максимальная скорость но всегда всегда сколько бы я его еще не использовал скорости постоянной однородной нет постоянно дроны по кабелю оптоволокну поэтому вот так я доволен файлы загружаются смотрите с какой скорость сейчас я больше добавил их загрузку разу много но они все небольшого размера ответе загружаются одновременно 70 56 процентов вот этот побольше видимо 7 процентов видел другие ролики люди показывали что у них скорость там вообще большая 100 на прием и 20 на передачу мы же еще находимся на севере страны мы не проявляем на юге поэтому будем тестировать буду вам рассказывать делиться своими впечатлениями пока всем доволен на ночь оставлять естественно не буду тарелка стоит просто на прицепе поэтому мало ли водички какие-то будут кабель дернут и тарелку украдут но подключить не смогут еду на регистрироваться но все же без тарелки остаться не хочется все узнал я следующей очереди в док номер ты а вот смотрите водитель не умеет читать знаки которые написаны вроде по-английски на его языке как вы думаете кто там был заводить вам скажу это был темнокожий не умеет читаться это темнокожий парковался не мог попасть в ворота но ничего страшного это бывает там просто резинка кривая над долго прицариваться а этот себе загнул стал и пофигу а тут достопримечательность завода великая свалка скорее всего все борются там за экологию за защиту природы посмотрите что там покрышки валяются доски металл пластик все подряд техника он стоит есть разваленная старая есть вроде как похоже на ходу не верьте никому кто скажет что здесь что-то по-другому все как и везде что люди одни одинаковые я полетал и все это изведавал поэтому вам рассказываю все плюс-минус одинаково грязь разруха вам это ждем очереди сказали рот достать ремни уголки резинки презенты чтобы были потому что там очень узко ты это потом не достанешь я не знаю у них торп станции нет я расписался что там ходить по прицепу нельзя по крайней мере когда ты его привет отгрузят тебя там торповать привязывать тоже нельзя походу сверху может быть только в этом здании не знаю посмотрим то их не техника безопасности стандартно канистогу начали грузить почему-то вне очереди на улице странно очень а я заехал вдох самое отвратительное смотрите насколько узко с каждой стороны слева и справа но просто минимальное расстояние так еще солнце светит отсвечивает в стекло а там как темная будка темная будка темный квадрат ничего не видно абсолютно нужно потихонечку стекла спускал здесь чуть больше расстояние но стремно меня это не радует вот у них тут техника безопасность честно не начнут всякую ерунду делать сказать видите тут эти стоят заборчики натянули а стоять надо будет вот здесь вот с угла я не знаю почему начали там грузить ну ладно отвратительно когда заезжаешь такие вот доки ничего не видишь вообще абсолютно я стал ровненько прицелился и потихоньку ехал потихоньку это конденсат у машины которая стояла стек но все ждем каких-то действий смотрите насколько здесь техника безопасности заморачиваешь то есть каждый раз написано делается это опция типа экзаменом это называется что если трак уехал нужно эти барьер чеки натянуть и вот их снимать написано только если барьер так давно он ли отца чаки на дак если только трак уже в доке туда их нужно снимать вот а там большущий плакат что нельзя лазить по грузу короче вот так там какой-то катается погрузчик но не наш а я вот стою за таким забором остался последний балет сейчас его он приведет поставить и надо точно проверить свой вес что мне кажется на прицепе будет многовато центр меня прицепа вот здесь где крепление под запаску он положил за него они любят почему-то накладывается максимально на прицеп не знаем почему нравится ими все все последний прицеп стоит часть будем узнавать что делать дальше какие правила можно не можно заходить ну все я проверил прицепе конечно почти полный и за 9 копейка наперед будет меньше он опять натянул эти барьеры уже по прицепу ходить можно только нельзя лазить по мешкам дожить и неудобно придется тут ползать в полусогнутом чтобы цеплять эти ремни сюда за борт неудобности короче одни какие-то бедах ладно меньше слов больше дела потому что можно сегодня успеть доехать для выгрузки так я уже загрузился и взвесился максимум получилось сюда 39000 здесь 1028 лежит плох не люблю так даже меньше чем 20 если посчитать 39 минус 12 27 на эти колеса строить 9 на эти не люблю так неправильно как раз таки один ряд бы сюда поставить но повторюсь он центр выбрала здесь они вот здесь вот вот здесь вот я для себя решил что это центр я бы хотел еще убедиться в этом и нарисовать линию когда будет время вот я уже не выдержал мне уже к линии начали болеть лазить там на корточках цеплять это все закручивать я просто накинул брезент спереди и сзади языки позакрывал и чуть-чуть пару резинок по накрым понакидывал и мне просто барабаны позагонял выехал все закрутил все доделал все дожал и вот сейчас едем а тут смотрите какой большой резервуар не знаю для газа для другого топлива только понять не могу наверно нет не привезли а наоборот сняли вот там он кран стоял они его сняли куда-то повезут какая махина огромная там по и ходу ленивый мост он еще и телескопические раздвигаются поднимается вверх когда не нужен ставится прицеп и здесь тоже ленивый 8 на грузовике но он и не поставил потому что больше веса сюда идет видимо вот так как это оверсайз будет сопровождение будет машинка задъехать мигалками я все закрепил сейчас только фотку начальству отправлю проверю еще для себя и поедем и помчимся ехать что меньше 700 миль завтра выгружаемся и будем снова загружаться уже есть груз потому что дальше там праздники вам рассказывал погнали в путь дорогу вот она стала значит нужно разгружаться мне разбудил дед доля очень рано всем упрак говорит давай одевайся выходите покажу как надо заезжать этом стоял передом говорит давай сюда за рам потому что потом тебе будет сложно выезжать я говорю согласен давай он постоял помахал куда ехать те становиться и все и начал шустренько выгружать еще не успел брезин слышишь давай говорит отстегиваю ремнем про выгружать тебя давай быстрее 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 это мой капец быстрый дед вот он еще решил советов мне пораздавать говорит ты здесь потеряешь свой тарп и глючит их потеряй и хорошо затянул не тот же ветер в конце надо типа вперед положите грех так стараюсь спереди начинать грузить просто этот груз тяжелый главное не накаркай нам детского да не они держатся куда они улетят кого нет я не знаю обычно надо спереди ложечку ты еще и видел и они мне улетели там ветра меньше за кабины я согласен но при нормальных раскладах я люблю грузить сначала и туда ну ладно также он про камеру спросил к зачем ты снимаешь меня и гарантия снимая себя снимаю и свою работу он сказал дуральское занятие ладно все окей значится что по этому грузу ехал я 725 миль полная груженная с пустыми наш любимый tql заплатила за 1100 долларов я посчитал на топливо ушло 105 галлонов это где-то если я заправлялся по 360 еще тем топливом которым я ехал в юте и сейчас вчера я уже заправился тоже по 360 в небраске то получилось до 400 долларов на топливо где-то 120 110 около 150 заберет компания примерно и вот это 550 останется мне за день работы много это мыло я считаю нормально даже если это свой трак nokia давайте отнимем 150 амортизацию трак 300 заберем себе даже какой-то 250 давайте вставим на амортизацию трака 300 себе как зарплата водителю когда 7 на 7 вышло бы больше но неважно вот такой водитель бы заработал 7 на 7 49 490 проехал этот груз и вот делай следующий груз есть правда ехать забирать его где-то 186 миль я смотрел ничего ближе нет я нахожусь возле freeway маленький городок и здесь ничего в округе нет я когда ехал одни поля одни поля и какие-то маленькие городки заправок нету грузовиком так точно не заправится не знаю вот едем сейчас забирать в оклахому поедем вниз еще спустимся на юг оди доли я заметил разгружает как про сенал чтобы подушкам было легче слева справа теперь сзади ну короче такой молодец подписан мошки сразу отправляемся дорогу ну что я добрался это снова какие-то сыпучие смеси в мешках вот мне нужно будет встать туда где стоит кенвард с канистогой между этими концами заехать но не нужно заезжать он сразу предупредил в док все верно вот и будут грузить наверное похожими материалами я скоро стану мастером по перевозке строительных смесей тут прикольный петербилл тоже стоит не знаю даже не модели ничего я в них не разбираюсь это классик тоже загрузили мужику а тут стоит фрейд лайнер древний тоже прикольно смотрите какая длинная у него рама наверно карте за того что кабина очень близко быть вынесено на переднюю ось кажется что рама длиннющая мне кажется наверное опять таки похожий размер с моей рамы но из-за размеров кабина визуально кажется что по-другому и больше тоже возит флот бет грузчик спросил только сколько могу максимально взять 47 а если 48 я говорю могу 48 взять но будет притыкнуть лет молоки и все сейчас будем грузиться погода идеальная шикарная смотрите солнышко светит 12 градусов на улице ветерок легкий поэтому вот так парень русскоговорящий но не захотел разговаривать со мной по разговору было слышно он работает с девушкой же но не знаю что твоя машина нас загрузили сейчас будем все делать по и на канистоге у него походу перевес и он поехал чтобы перегрузили на есть такое же предчувствие чуть-чуть прям наперед переложили больше ну вот смотрите если брать что вот здесь вот центр я считаю что здесь вот центр у меня я не уверен может быть он и здесь то положили в принципе по центру хотя даже и нет то три полета легло сюда 3 сюда центр получается тогда вот как бы здесь по теперешнему да и в может быть он и правильный потому что это узнаем когда заедем на весы на самом деле потому что потому что назад лежит меньше назад ложится 37 37 до а сюда уже прям 56 по подушкам прям впритык я не знаю точно он по подушкам по тем показаниям что показывает давление там 56 что это уже прям все максимум больше нельзя но сделаем поправку что полный бак я вчера заправился но вот проехал сколько я от заправки два часа и сюда 3 часа 5 часов 5 на 7 350 миль с расчетом углонов может быть сколько 50 может спалил вот и тогда будем считать исходя из этих размышлений что это есть верный центр вот здесь я к чему это все каждый раз так вот вымеряю потому что к тому что нужно я хочу ли не начертить узнать точно центр сделать линию по центру и здесь чтобы всегда когда они загружали меня знали где центр чтобы не было и для себя никаких сомнений что лучше грузиться будешь без всяких проблем и для работников болель как и так махнуть побить явно что-то прилетело ну ладно посмотрим вряд ли свеева рассеивать или отдельно можно купить целый фонарь сборил все все друзья принимайте работу все сделано видите как красиво подарок запаковано значится первое что не забыл не хватило одного брезента буквально вот нас так как можете заметить столько бы торчало наружи я не хотел уже ехать так думаю ладно запакую двумя потому что едем в оригон там дождь снег может быть все что угодно антротина и в целлофане не хочу этих проблем лучше использовать в брезент все будет спокойно спереди и сзади по два ремня на каждый палет здесь уже по одному как вы видели когда я делал все запаковано везде все привязано что я заметил уже когда половину сделал тогда то что у них вот эти четыре дока это тарп станции внутри я не хотел туда заезжать думаю там пыльно все долго пока этот брезент подвесишь за эти крючки натянешь руками все быстрее сделать а хожу тут возле этих палет деревянных они елочка это вкусно пахнут обалдеть обычная сосна новые палеты привезли в очень вкусно пахнут аж балдеешь когда работаешь все ехать много поэтому надо меньше болтать и выезжать эти машины портланд-оригон из штата оклахома оклахома потом скажу вам сколько чего вышло потому что так это более точнее рассказать все увидимся на дороге что твой оминг встречает нас туманами сообщениями на столбах что ехать не более 65 и быть аккуратным потому что может быть black ice black ice это когда дорога кажется что на ней нету льда но может быть легкий снежок а там под ним лед это называется black ice так что типа нужно быть внимательным и сильно не гнать это перевал такой небольшой между шайеном и лореймом городом он всегда заметается очень сильно ветра здесь очень сильные потому что здесь такой небольшой подъем идет горы а потом спуск вниз и здесь такая вот зона когда снежок может собираться он где нигде вы можете видеть есть вот здесь лучше ведь будет видно там на обочинах где нигде снежок еще остался так остальное уже растаял поэтому видимо засыпало было претенденция снегом а сейчас вот такая вот погода туман будем ехать аккуратно баки у нас полные и дефа дизели так что бояться ничего не стоит я везде успеваю даже раньше приезжаю вот портман до 16 часов остается если правда с одной оговоркой никаких происшествий на дороге не будет я имею ввиду там ремонты где закрывают дорогу снег нападал либо какие-то аварии будут серьезные я всегда так с такой оговоркой сейчас говорю диспетчеру что я буду вовремя если вот что-то не по моей вине произойдет вот так что я буду снимать Субтитры сделал DimaTorzok Доехал я уже в Юту и практически проехал до границы со штатом Айдахар. Смотрите, насколько погода поменялась. Здесь падает мокрый снег, метет. Правда, на столбах ничего не пишет, но ветерок немножечко есть. Туман, ничего не видно вдалеке. Вот как бывает. Только чуть поднялся, я в гору чуть поднялся и все, уже погода поменялась. Сейчас будет, наверное, как с утра. Потом спущусь и погода снова станет нормальной. В нормальном плане того, что не будет ни снега, ни тумана. Но это не точно. В Айдахе там всегда попрохладнее. Поэтому все возможно, что сегодня буду спать. Там иди снег. Еду я до Лавса, до заправки, потому что нету этого. Пайлота и Фланжета нету на этой дороге ближе. Поэтому вот час 08 до Лавса осталось. Сегодня я тоже ночевал на Лавсе. Ну, только что за душ нужно платить деньгами, не помню. Там 17 долларов вчера заплатил. А так ничем не отличается. И парковка была просто гигантская. Я когда проснулся утром, там еще куча была свободных мест. А сейчас еду, там заправка маленькая. И навигатор пишет, что там только будет где-то 70, наверное, парковочных мест. А до этого, на прошлое было там что-200. Поэтому вот так, видите. Все холмы. Паза сыпала, ничего не видно. Я потихоньку буду ехать. А GoPro вообще ничего не видит. Для нее очень темная погода. А DJ, видите, как камера лучше снимает. И, возможно, я скоро куплю еще новую камеру. Потому что это нам уже не нравится. Как снимает, и она очень... Для нее, для светлых кадров нужно больше света. Это какой-то там, не знаю, датчик какой-то очень чувствительный к свету. И поэтому там все темно. Я вот сейчас пробовал включить там все темно. Но эта информация, наверное, для вас не очень актуальна. Поэтому Кирилл это уберет. Не зря. Не зря. Я знал, что может быть такая погода. Не зря. Я одел, как полагается, два брезента, что полностью все мешки закрыты. Все закутано, все аккуратненько. Это абсолютно не зря. Иногда люди задаются таким вопросом. Вот, зачем накрывать? Оно же лежит там на улице. Оно же там лежит там-то, там-то. А когда вы поедете? Ну, просто все до первого случая. Я так это говорю. Все до первого случая. Пока с вас там половину денег за переводскую не заберут. У меня был случай. Может быть, когда-нибудь расскажу. Если буду ехать в то место, как раз расскажу эту историю. Потому что я уже второй раз туда ездил. Вот. Когда у вас половину денег заберут, тогда вы будете все грузы накрывать. Без исключений. И когда написано, ну, когда не написано, нет. Но когда написано, уже не будете задавать с таким вопросом. А зачем? Оно же на улице лежало. А я же там привезу. Оно тоже на улице будет лежать. Это вот как с моими мешками было, которое вот я привез. Я утром проснулся, а они на улице лежат. Ну, так это же не значит, что я такой, блин, а зачем я их накрывал? Если они все равно на улице лежат. Нет. Просто если бы они намокли, и они бы испортились, набрали бы влаги, вы бы за них отвечали. И тогда все. Это было бы на вас и киртык башка. Поэтому лучше никогда не задаваться таким, я говорю, глупым вопросом. Если написано накрыть, значит, накрыть. И не надо тут, ой, а логикой там пользоваться. А то же оно на улице, а значит, я там же повезу. И зачем я буду накрывать? Нет. Сказали, лучше накрыть, и спокойно едешь себе, не переживаешь. Что-то никак случится. Вот уже замедлили скорость, уже не 70 едем, а 60. И никакого круиза. Все едем с ноги. Как можете заметить, я без круиза. Этот дядька медленнее едет, сейчас другой дядька его будет тоже обгонять. И все, уже начинают дорогу заметать, поэтому будем останавливаться. Я говорю, часок еще надо будет проехать, и все. Без всяких проблем. Так, наркнули мне. Перестраиваемся. Если кто-то говорит, ну тоже такое часто видел, вот в Америке не моргают, в Америке не благодарят. Нет, есть такое. Все равно есть и американцы, и не американцы. Все помогают. Просто есть сознательные водители, а есть несознательные болваны. Поэтому все зависит от человека, а не от отдельных нацик, скажем так. Все. Продолжаем ехать. Буду держать вас в курсе. Сегодня, как это будет, какой? Шестой час будет. После шести. Остановлюсь. Будем интернетом дальше баловаться. Будем проверять в Авайдах. Вот что будет. Поэтому оставайтесь, не переключайте. А мы будем ехать в эту невидимую бездну. Нам ничего не видно. Несколько метров? 300, наверное, вперед только видно. А дальше в тумане все. Все. Конец связи. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так же, друзья, рядом ехал и я. А все почему? Потому что жадность. На полчаса я хотел больше проехать. Была ростерия, были места. Нет, Виталик. Надо больше проехать. И вот что вы думаете? Там все забито. Там лапс. Я заехал сюда лицом, посмотрел, что там вдалеке вообще трак как-то раком стоит. Вот он, видите, его видно в этом, в окне. Это заезжает Swift, а там вот там трак стоит. Я так посмотрел, что-то и думаю, да, я там точно не развернусь. Еще вот эта была машина стояла. И я задом сдавал до начала там дороги, повернул через заправку, заехал туда лицом уже, получается, развернулся. И задом вот так же заезжал, заезжал, заезжал. И вот так вот как Swift запарковался. Только я немножко дальше отъезжал, чтобы потом не корячиться зад-перед, зад-перед. Выпал снег, я ему рад как ребенок. Сейчас пойду на улицу, можно снежки полепить. Он мокрый, и можно на тракстаб сходить что-нибудь купить, порадовать себя. Как минимум чай горячий. Или можно в траке сделать, не знаю, или какой-нибудь батончик купить. Тут вон Вольва какой-то этот есть. Делирская, неделирская, ремонтная. Короче, ехать осталось 9 часов до места выгрузки. Я планирую завтра в обед. Но заговорка, если снег будет, это будет что-то плохое. Ну да ладно. Там все равно как бы просят на субботу. Значит, в субботу выгрузим. Я хотел загрузить, но сейчас пореговорим с начальством, отправляем данные, пусть передаст всем ребятам. Ну все, вот такие вот дела. Сейчас будем балдеть. Пробовать будем сидеть в интернете. Несмотря на то, что погода плохая, как раз будем тестировать, как работает в такую плохую погоду. По идее, должно быть плохо, потому что тучи. А это все по месяцу. Какая красота. Я принял душ. С легким паром меня. Вышел и идет снег по-прежнему. Метель. Купил себе вкусного чая. Какой-то там лимон с чем-то там еще. Какой-то вкусно пахнул. У меня такого нету в машине. Вот. Смотрите. Я думал сюда ставить, но что-то потом подумал, что выгонят и не стал сюда. А туда не стал в эту дырку лезть, потому что там что-то опасно. Думал, там может ремонт какая-то вообще, яма. Поэтому мужик туда вот залез, в эту яму. А так, смотрите, все вот кружатся, взад-вперед. Все настоят, глядят. И сейчас пойдем на дорогу, посмотрим, как другие стоят. Я вам сейчас покажу, как здесь все. Я посмотрел погоду. Ноль минус один ночью. Но снег будет падать еще долго. Где-то до утра примерно. Вот. Но мокрый. Мороза сильного нету. Правда, восход очень поздно, почти в 8 утра. А садится солнце очень рано, в 5 с копейкой. Поэтому будем выезжать, будет темно. И есть еще одно место, предположительно, которое тоже может занести. Это там возле Ла-Рейм такой город есть. Кажется, чуть выше, в Орегоне будет. И там немножко тоже таких серпантинов. Гор есть. Вот видите, здесь на проходе встал человек. Вот этих два места, это не место. Это проезд все. Здесь понятно, все красиво стоят. А вот здесь машина была две. Одна уехала, вот сейчас другая припаркуется. Тоже стоит. Опасность вот так вот встать. Но, правда, это когда мороз. Можно замерзнуть, потом не тронуться, не выехать. Но я, правда, видел такие всякие кадры. Это там в середине Америки, всяких Чикаго, Пельсильвания. Так, там приезжают эти, как его, товинги большие. И что-то там по 300 долларов вытягивают просто с парковки, чтобы там зацепить тебя, вытянуть на дорогу. Условно говоря, по 300 долларов берут. Но у них там только хукап. Что-то там, не знаю, крюк зацепить 60 долларов стоило вроде как. Ну, не знаю, или это правда, но мне так рассказывали. Так, там уже спереди меня влезли, я смотрю. То есть в эту дырку с этим дядькой, который первый стал. Ааа, тот, который сдавал, когда я уходил, этот флагбет ехал. Вот этот вот за фредлайнером, что там у нас, Кенворд вроде бы. Вот, он только заезжал. Но моя логика была верна, что сюда лучше задом заезжать. Потому что я сразу же испугался. И они, ну, как бы, понятно, под снегом не видно, какой грунт. Вдруг там бетон, нормально все, можно развернуться. А вдруг и не бетон. Вдруг какая-нибудь каша, малаша. И все. И застрять, и потом будет беда бедой. Так, что это у нас? Это с низкой кабиной. Так, Кенворд. Он видит какие-то ящики. Вот он легкий. Он застрять может очень легко. Какие-то пути... Ну, явно, что пустые. Потому что он прогибается очень сильно. Он их затягивал, чтобы они не улетели. Парень индус. Мы с ним поздоровались, когда я браковался заодно. Он так смотрел, чтобы я его не ударил. Я по бровке аккуратно заезжал. Он везет мягкую кровлю. И, видите, не накрывал ее. Там есть вот на ней пленка сверху. Не более того. Эти просто пачки начинают разрываться. Пленка с них. И они считают, что это уже не кондиция. То есть, что это уже брак. Ну, то есть, не товарный вид. Они его продать типа не могут. И начинают ругаться и потом выделываться. И хотят принимать груз. А вот наш красавец стоит. Снега уже намело. На одну сторону. Правда. Там сзади свифт стал. А кто-то стал еще... Ну, понятно. Ехал передом туда и стал задом. Я вот поясню. А тот трак... А не, он там не застрял. Он там так этот... Стоит. Наискосок. Ой. Что это я тут? Думал, оторвал резинку. Не, на месте. Налипло просто снега. Так. У нас тут метет. Зима полным ходом. Сейчас падает дождь. Снег уже не падает. Падает дождь. На мело. Капец, сколько снега. Смотрите. Закопался я конкретно. Тут кабелечек вписать. Интернет работает. Тарелка вообще работает. Скорость есть. Небольшая. Посмотрим сколько. Что там? 5 мегабит, наверное, выдает. О, видите. 11 даже есть. Вот. Она греется. Там снега, капли стекают. Я пошел посмотрел. Так что нормально все. Хотел полетать. И что я вижу? На тебе. Тут, где я стою, какой-то аэропорт. Видите? Вот эти крестом обычный аэропорт обозначается. В синей зоне еще летать можно. А в красной точно нельзя. И что это за красная зона у нас? Если посмотреть, почитать. Вот. Инчарная зона. Не написано, что. Проще было бы, если бы они написали, что именно здесь находится. Наверное, аэропорт. Да. Вот видите. Барлей муниципальный аэропорт. Поэтому все. Нельзя. Так что не повезло. Но я посмотрел очень много влаги в воздухе. Поэтому, может быть, плохо было бы. Потом бы проблемы были с дронами. Ну, а сегодня у нас четвертый четверг ноября. В Америке отмечается День Благодарения. Когда все собираются с семьей и едят индейку, там, благодарят Господа за еду. Потому что этот праздник был связан с выживанием первых переселенцев, которые приехали из Англии давным-давным-давно. Их там половина выжила, половина умерла. И вот они решили, типа, на знак этого придумать такой вот праздник. Нам индейцы помогли. И они потом собрались, накормили индейцев. И вот такая вот традиция у них возникла. Обычная дама бывала в это время, но сегодня не повезло в этот раз. И завтра будет пятница. И это будет день распродаж. Черная пятница. Но уже можно купить все давно. Даже, наверное, за неделю. Может, даже больше. В интернете уже эти скидки давно есть. Можно не толпиться, не стоять в этих магазинах. Как вы можете увидеть всякие ролики, где там люди бегут друг на друга, наступают. Нет. Все можно в интернете купить по таким же ценам и с такими же скидками. Так что это уже устарел этот праздник. Я смотрел, как-то, не знаю, алгоритмы так подбирают. Иногда показывают видосы, когда что-то говоришь. Но вы сами знаете, что слушают микрофон. И мне начали видосы попадаться с 90-х годов, с начала 2000-х, как в Америке, в Волмарте продавали. Вот как на Черную Пятницу в Бестбайе. Там очереди огромные стояли за техникой, за телевизорами. Даже относительно недавно, там, 10-11 год. Поэтому, да, прикольно. Сейчас все по-другому. Я говорю, можно все в интернете купить. Добре. Надо уже, наверное, отправляться мне в кровать, потому что надо завтра доехать и попробовать загрузиться еще на выходные, чтобы не стоять. А если? Ну, вот я так все говорю, если, если. Если не получится, попроси куда-нибудь в магаз, и будем прямо с магазина снимать репортаж. А пока вышел новый ролик, я отвечаю на ваши комментарии, пока еще не пошел спать. Так что имейте в виду. Если не ответил, значит, или еду, или сплю. Или устал. А когда отвечаю, значит, появилось время ответить вам на комментарии. Стараюсь отвечать на все, но за последнее время у вас очень много стало, и я этому рад. Ну и все. Увидимся на дороге. Ну что, у нас утро настало, время открылось. Притрип прошел. Можем выезжать. Я уже все почистил. Там капец, сколько снега. Там 15-20 сантиметров снега за ночь намело. Посмотрите. Машина проехала, прочистила. И все, дорожку нам сделал. Сейчас будем как-то трогать, а взлет вперед. Главное, пластик, блин, не обломать. Ну и вы понимаете, да? Сколько снега нападало, и он вам еще идет. Мокрый. Пар набивало, он его капец. Давайте будем пробовать потихоньку выезжать. Машина всю ночь работала. Все обмерзло, там все подбивал, что мог. Ступаки почистил. Надо работать. Поехали работать. Все. Поехали. 40 минут я откапывался, друзья. Потому что капец. Вообще не смог тронуться. На месте подскальзывался. У меня была корыта желтая. Вот я им откапывался, этим корытом. Потому что пошел на этот. На трекстап. На заправку. Лопат нету. Был такой металлический совок. Я даже не стал смотреть, сколько он стоит. Потому что он меня точно не спасет. И откопал колеса все. И только смог выехать тогда, когда сдал назад. Где-то на 2 метра смог протянуть. И потом так с разгончику выскочил. Но я почистил предварительно под бампером. И под юбкой почистил. Потому что... Ну, было мало бы, наверное. Я хотел бы осмотреть, как там выйти. Но, может, потом не тронусь. Не знаю. Хотя должен. Сейчас попробую это сделать. На часах у нас сколько? 7.36. Да, 7.36. А это значит, чтобы настал рассвет. По тем данным, которые показывают нам программы. Действительно, стало светлее. Смотрите, уже я отъехал от того места, где там был ураган. Ну, очень много снега нападало. И приближаюсь уже ближе к границе с Орегоном. К штату Орегон. Город Бойзи. Мне надо вот в Бойзи заехать. А потом Антарио. И там уже будет граница Орегона. Но там тоже будет экшен, мне кажется. Проверим, так ли это на самом деле. А сейчас... Ну, дорога уже, видите, более чистая. Я более уверенно еду. Уже немножко 67. Но обязательно только с ноги. Никакого круиза. Ни в коем случае. И вот все думал, блин, может остановиться, да эти щетки как-то почистить. А все не могу найти ни одного хорошего съезда, чтобы он был почищен. Чтобы мне потом не стать и не застрять на нем. Этого я не хочу больше всего. Потому что сегодня еле выехал. И понял, что мне в машине еще не хватает лопаты. Обязательно я хочу первым делом купить хорошую лопату. Деревянный черенок, чтобы был. И железное само орудие. Поэтому будем ее, находите, за ней искать. Либо в фондипо. На заправке вряд ли будут хорошие лопаты. Там будут всякие пластиковые, дешевые. О, видите, там машины стоят. Что они там могут тронуться, не могут тронуться. Или они спят там. Поэтому опасно. Так вот съехать можно и не заехать потом на дорогу заново. Поэтому... Там три. И это все эти... Как его? Животных возят. Непонятно, что они там. Все одинаковые. А одна компания, походу. Потому что все траки классические. Одного цвета. Красавцы. Просто красавцы. Ну, это, ну, как бы на любителей все. Ну, красавцы. Так. А! А тут еще такой заезд на дорогу был интересный. Нескоро знаю. Поэтому нет. Ко нам не подходит. Вот. Едем. И тяжело, и радостно. Радостно, что снег выпал. Потому что живешь в Калифорнии. Там вечно пальмы. То есть все. И как бы снегу я всегда рад. Увидеть его. Вот. А тяжело, потому что напрягаешь больше зрение. И это еще щетка тут не чистит на уровне глаз. Видите, вода. Капельки пропускаются. Там больше убирается от того, что встречным воздухом не раздувается. Чем то, чтобы она очищала. Ну, и нужно мне еще обязательно купить омывайки зимнего. Чего-то я разогнулся. Уже засильно заговорился. Этот. Ну, и там тоже. С тормозом я более аккуратный. Меньше всего пользуюсь. Но ногой нажимаю. Больше двигателем торможу. Чтобы машина не поехала юзанно. Не заблокировались колеса. Поэтому используем торможение двигателем. Хочу, чтобы немножко было теплее. Поотваривался этот лед. Мне будет ехать более комфортно. Вчера писала программа, что видимость в пределах километра. Но что-то я сомневаюсь, что даже сейчас видимость в пределах километра. А может быть есть, не знаю. Наверное, есть. Но по-прежнему минус один. А я еду, слушаю электронную музыку в 80-х. И мне комфортно. Субтитры добавил DimaTorzok Отъехал я 3 часа от места, где стартовал сегодня. И смотрите, что мы видим. Какая красота. Сухенько. Прекрасно. Даже ноль за бортом. А там вдалеке. Не буду открывать. Правда, ну, в ряду так красиво. Такие холмы. Там они снегом присыпаны. И свет так падает. Яблока очень низко. Ну, просто балдеж. Я вот еду, смотрю в сторону и балдею. Какая красота. А там вон туман. С правой стороны тучи. Снег будет сыпать. Вот такая вот погода. В навигаторе время очень как-то так странно отсчитывается. Я подозреваю, что дальше вот где он все... Мои предостережения, что есть следующее место, где можно снова засыпать. Может быть, правдой, но не знаю. Не смотрю пока что, потому что... Ну, просто времени не было, не знаю. Потом доедем, увидим. А вот сейчас уже будет граница штата Легона и Айдафа. Поэтому погода ведь совершенно другая. Как я и предполагал, чтобы проедем тот шторм. И все будет классно, комфортно. Вот не знаю, до скольки сегодня работают. вклады, потому что позвонил он заспетчеру, а он говорит, блин, они все такие, типа, якобы работают и не работают. Одной ногой на кнопку нажимают, на погрузчике ездят. Поэтому ленивые, ленивые. Вчера был праздник, сегодня как бы, а потом два выходных. Поэтому они не хотят половину работать. Грузов вообще, говорит, на сегодня нет. Уже все разобрали то, что было. А мне наперед не могут взять на сегодня, потому что, не знаю, разгружусь я сегодня, не разгружусь. Доеду, не доеду. Какие-то, может, следующие приключения будут. Поэтому невозможно так запланировать взять. Поэтому смотрят на завтра. По документам у меня выгрузка на завтра запланирована на утро. Если даже я и не приеду, ну, точнее, не приеду, не загружусь, я ни каплики не расстроюсь. Потому что пойдем снимать контент или в строительный магазин за лопатой, или пойдем какой-нибудь этот, с техникой, электроникой в магазин, будем что-нибудь там смотреть, покупать. Поэтому все, что делается, все к лучшему в данном случае. Нет, так нет. Будем отдыхать, обалдеть. Все деньги мира не заработать. Поэтому, чего грустить. Есть вещи, которые от нас не зависят. Ну, посмотрим. Как будет, так будет, скажем так. Все, едем, наслаждаемся природой, облачками, тучками, всякими холмиками, горами и тому подобное. Ну, спереди еще будет очень много, я думаю, классных мест. Продолжаем ехать дальше. Дальше снега больше нет, а вот только вдали, там верхушки гор со снегом. Но проблема другая, это ветер сильно. Смотрите, насколько нужно поворачивать руль вправо, потому что ветер справа. Чтобы машина не тянула, очень сильно влево, очень сильно сдувает ветер. Даже стекло как-то колошматится. Не знаю, ни одно так другое. Трава вон, пустые, все шатаются. Только этот. Еду и вижу, он уже отлетел. Снег так сильно отлетал, где-то там на крыше нанерз. Только, слышу, откололось что-то. Смотрю в боковой. Тут машина, которая сбоку ехала, отгоняла. Прямо на лобовое едем. Думаю, блин, главное, что там не кусок льда, чтобы не побилось стекло машине. А то я видел видосы, где вот так вот грузовиков отлетают. Даже со встречки прилетают и бьют стекла. Тут кто-то не справился с управлением, поломали отбойник. Ну, а мы едем, едем, едем. Пока что все окей. Осталось, смотри, 4.45, с 300, с копейками ехать. Пока все хорошо. Я думаю, такая же будет погода ветреная на границе Орегона или Вашингтона, когда будем ехать по реке Колумбия. Мне всегда нравится. Я всегда там хочу полетать. Ну, там всегда, блин, какой-то жуткий ветер. Прямо кошмар. Может быть, в этот раз получится, не знаю. Ветер какой-то уж очень сильный стал. Не знаю. Вообще, я посмотрел новость. Там, на середине Америки, Туарнадо бушует. В Иринойсе, в Айове, в Арканзасе. Куча-куча торнадо. Тут уже погибшая есть. В каком-то маленьком городке. Разнесло там кучу жилых домов, школы. Позорвало крыши, попереворачивало деревья с корнями. Хуже, что творится. Я почему-то всегда думал, что торнадо образуется на океане. Они, оказывается, и на суше умеют образовываться тоже. Тут у нас с левой стороны что-то. Коровки выращивают все на салон, как всегда. А здесь даже они на заботном выгуле. Они ходят себе по этим всем холмам, питаются. И потом их, видимо, управляют на мяско. Потому что молочные коровы вроде так не содержатся. Только мясные так на заботном выгуле. И когда они ходят, едят корову, мясо намного дороже стоит, чем то, которое просто содержит коровки. Ну, я думаю, это понятно, что типа у него вкус другой, стоит дороже, содержание не такое. Поэтому так. Едем, крутим ролик вправо, чтобы не улететь его лево. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это место, за которое я, собственно, переживал. Чуть-чуть только сверху на елках есть снежка. Но, смотрите, я открыл специальную погоду. Сейчас покажу вам. И сейчас вот днем минус 2, видите. А ночью будет минус 5, минус 6. Сейчас покажу вам. 4.15 показывает, что будет за... Солнце садится. И ночью будет минус 5, минус 6. И я уже видел, что по встречке ехала машина, поливала химию на дорогу. То есть здесь будет экшен. 100% могут закрыть еще вечером дорогу. Поэтому это хорошо, что я еду вот еще 11 час. Надо быстренько проехать этот кусок. А дальше уже вроде бы все должно быть спокойно. Насколько я помню, вот только здесь еще может быть какой-то зато. Дальше там мы спустимся вниз. И там должно быть уже лучше. Вот. Такая вот погода. Тучи сгущаются. Похоже, ну как. Можно сказать, что будет какой-то дождь, но нет. Минус новость. Даже вот сейчас я еду. И это ощущается. Поэтому скорее, скорее проезжаем. А дальше должно быть все хорошо. Будет держать вас в курсе. Но должно быть все классно. Я на это... В это вере, как говорится. В это вере, как говорится. Продолжение следует... Рассказываю вам новость. Помимо того, что я покушал, едем дальше. Первое. Пока ехал, искал себе топливо. Что же, надо заправиться меньше половины. Смотрю в приложении там 3,89. Ну, то есть 3,90. То есть я вот приблиз. Говорю, отлично. Едем туда. Думаю, наверное. Обманывают специально, чтобы завлекали, либо не поменяли. Что-то такое. Едут, стоит столб. Все как бы 3,90. Я обрадовался. Думаю, ох, сейчас отправимся. Все классно. Приезжаю на заправку. Вижу для легковых 4,29, 28. Думаю, нифига себе, что там 2 топлива. А для легковых дорогое, для грузовиков дешевле. Приезжаю на колонку 4,28. Не стал заправляться, потому что, исходя из той логики, которая была до того, что я узнал потом, мы заправимся уже после выезда с Портландом. Второе. Я такой, надо позвонить, спросить. У ребят сегодня пятница, как бы Black Friday. Вижу, что, черная пятница, вижу, что как бы на каких-то там объектах, которые щелкал, там даже заправки, те же кафешки, что сокращенно день указан. Думаю, надо позвонить, узнавать. Звоню. Никто не поднимает трубку. А еще только потом. Пол первого дня. Никто не ответил. Думаю, ну ладно, попробую еще раз. Через пять минут набираю, говорю, привет. Типа, я такой-то, такой-то. Еду вот выгружаться. Он говорит, куда ты едешь выгружаться? Адрес сказал. Он говорит, подожди, так мы не работаем ни сегодня, ни завтра. Я говорю, как? Мне же брокер, у меня в документах указано, что завтра работать не говорит. Ты, говорит, что это не то. Ты можешь выиграться либо сегодня, либо завтра, но в другом месте, в Вашингтоне, там он мне называл, на С-город, Спринкл, наверное, какой-нибудь. Говорит, ну это два часа из Д, этого места, это где ты едешь. Я говорю, подожди, у меня такой опции, он говорит, это опция такая. У меня такой опции нет, у меня вот такой адрес. Он говорит, ну звони тогда, брокер, разговаривай с ним. Я звоню диспетчер, рассказываю это все. И что самое неприятное, уже груз был взят, только не в субботу, а в воскресенье можно было загрузиться на заводе, там какая-то, в Каскедия Стилл завод. Ехать забирать, что-то там недолго было. И везти в стакт, там, это между Сакраменто и Сан-Франциско. Там еще ехать мало и платят нормально, там по три доллара. Чуть больше даже трех. Я такой, ну супер, классно. И звоню, и сейчас такое говорю. И говорю, все, обламывается тогда. Ну, говорит, может быть. Документы уже у нас так сказаны. Сейчас будет выяснять. И вот я пока еду, а я узнаю, где я остановлюсь, чего не получится. Поэтому так, вот уж эти американцы. И тут они обманули. И с заправкой обманули, и с выгрузкой обманули. Что-то они здесь преуспели уж очень сильно, эти американцы. Ну да ладно, сейчас посмотрим. Если нет, то нет. Просто что неприятно. Первое, в Портленде нигде нет трекстапов, нигде не остановишься на грузовике. Даже чтобы на такси куда-то доехать. Там просто нет. Там адрес, который я, это практически возле центра. Я вот не знаю, либо там стройка, либо магазин. По старым снимкам гугла, это какая-то стройка. Вот прям стройка. Все обнесено, заборчик по бокам стоит. Там сетка какая-то, ну типа, чтобы с лицов нас валились люди, я так понял. Что-то непонятно. Поэтому вот так, как я и говорил. Будешь тут ехать сквозь снег, метель. Думать, что сейчас вот когда едешь и выгрузишься. А, хрен тебе летает. Будешь сидеть все выходные, куковать. Ну, скучать не придется. Есть композер, есть интернет. Так что есть еда. Будем развлекаться, отдыхать, чтобы в следующую неделю работать, работать и работать. Накладка. Вот всегда, когда эти праздники, это вот постоянно такая неразбериха. Все разваливается, все твои планы рушатся. Никто работать не хочет. Они лентяи какие-то. Все. Едем. Погода прекрасная. Настроение тоже, несмотря на то, что может все ввалиться, все планы поручиться. Ну, как есть, так и. Есть и так же. Продолжение следует. Ну, что, друзья. Как говорится, с добрым утром. Я вчера ночевал на Тиэйке. Большущая заправка, но все местоплатные. И, я не знаю, чудом повезло, что было пустое. Тот мужик проехал вперед, потому что я не входил, не влазил бы, ударил бы этот драйвань. Поэтому он пропустил меня. Старлинг через окно работал всю ночь. Сейчас уже сложился. Закачал мне кучу файлов. Чему я бессмертно рад. Построил уже планы. Думал, ну, если ничего не получится, надо же как-то и себя развлекать, и что-то показать, рассказать. Поэтому я вчера посмотрел, что здесь есть. Конечно, далековато. Но могли бы на такси доехать. Так вот. Ну, я как думал, если с брокером не договорятся... Блин, кабель заплетается. Сейчас, подождите. Я думаю, ну, если не договорятся с брокером, чтобы в машине не сидеть... А я никуда с утра не хотел идти специально, думаю. Возможно, возможно, у меня была маленькая надежда, что все-таки, возможно, что-то и получится. Диспетчер позвонил только что, говорит, Виталик. Мы с брокером договорились. Они тебя выгрузят в Вашингтоне. Но ехать надо лишних 200 миль. Ну, естественно, они платят, платить не хотят. Но, ну, как, нормально платить не хотят. 200 долларов только дают за 200 миль. За там 150 миль ехать через этот. Ну, тут не сильно много облежать. Но все равно я хотел 400. Но 200 только получилось. Поэтому как получилось, так получилось. Это тоже, как говорится, плюс. Потому что все в этом были задействованы. И заинтересованы. Потому что, потому что есть груз. Я, может, вам уже говорил, повторюсь. В воскресенье надо будет загружаться. Ехать. Было, ну как, было все же по-другому. От Спортленда это было вообще недалеко. Там 40-50 миль. На какой-то завод. Каскедиа стел. Стиль. Каскедиа стил. Сталь какая-то будет. Там 20 фит в длину. И не тяжелый груз был. Нужно было ехать туда забирать. А так как сейчас поменялось все. То придется ехать 200 миль. Пошли туда, почти до такого ехать. До самого Сиэтла. Ё-моё. Ну ладно. Это лучше, чем ничего и простоять. Все выходные. Выгрузится. В понедельник. А потом в понедельник все будут. Ну вы же понимаете, что все приехали. За выходные все ждут. И потом в понедельник все будут в один момент. Я уже такой беспорядок устроил. Что просто ужас. Так. Надо Наргоса взять. Проснуться лучше немножко. Все будут хотеть загрузиться. И на всех грузов не хватит. И они будут очень дешевые. Потому что все будут. Ну рынок. Рынок. Много машин свободных. Всем нужно загрузиться. И тогда они уже будут там продавать. По доллару с копейкой. По доллар 80. По доллар 90. По два. А этот груз был взят на выходные. Там что по 30 копейки даже. Я имею в виду про сталь. Ну а на этом. Я не знаю. Там будет меньше чем доллар 80. Я думаю. Ну потом посчитаю вам и скажу. Я уже в навигаторе все ввел. Вот. Сейчас вам покажу. Рад как этот. Как ребенок. 2.42. Едем туда. Я уже позвонил. Еще раз говорю. Я тебе вчера звонил. Там мужик ответил. Говорю. Все. Договорились. Перенесли груз на сегодня. Говорю. Мне ехать к вам в 3 часа. Говорю. В час я буду у вас. Он говорит. Ну окей. Мы тебя будем ждать. Я спросил у него адрес. Он говорит. Да. Все верно. Давайте приезжаем. Я говорю. Все. Увидимся. Поэтому все. Погнали. Река Колумбия. Доходит и впадает прямо в океан. Смотрите. Здесь еще осень. Еще все. Наверное, это березки. А может быть и не березки. Я доехал. Вот наш несчастный. Вот там вот ярд. да надо заехать очень плотный поток вот я стою на середине дороги я не могу с разгоном туда заехать там ямы какие-то блин потихоньку аккуратно а там светофоров далеке нету и машины все едут и едут и едут и едут с клышным потоком а еще я подумал у меня же хвост есть который тоже начнет вылетать когда начнут поворачивать поэтому вот такая сложная задача сейчас будем подбирать подгадывать момент чтобы наконец-таки повернуть и заехать вот так задача мне ладно сейчас будем справа будем ожидать момента выжидать исправимся потоки остановить не могу он походу еще не здесь я ему позвонил сказал он говорит заезжай на ярд и тогда я тебя разгружу но него походу внутри нету я слышу только это шумы какие-то у него на заднем фоне он разговаривает какой-то стройка как будто поэтому он приедет либо он там где-то внутри в сарайке не знаю все делаем этот маневр и дальше будем снимать и разгружаться пробовать ну все я заехал наконец-таки дождался выждал момента затянул протянула тут у них лужи я специально проехал дальше там болото с той стороны хотя бы хоть на эту сторону собирать брезенты чтобы не так было грязно ползать места мало но я придумал как буду выворачивать потому что сначала я пришел посмотрел чтобы не заехать в тупик а потом задом куда-то на дорогу не выжать вообще катастрофа вот так вот как-нибудь здесь развернуть только там вот этот грузовичок пикапчик нужно будет убрать у него есть ключи он сказал я крутанусь вот надеюсь план должен сработать все сейчас начинаем работать быстренько потому что потому что уже скоро будет час дня но я уже так это сильно вперед в 5 вечера обычно с копейкой там закат поэтому все какая-то маленькая у них тут конторка вот в этих палатках в одной во второй у них лежит вот эта смесь и там миксер стоит а так мало как эта штукатурка все работа доброе утро всем доброе утро я переместился уже на завод и вот едем загружаться дедуля сказал надо заехать на весы они показаны здесь а сейчас темно и тоже сложно так это все разобрать не самому не очень хорошо кататься будем следовать за кем-то как говорится он сказал вообще ты мог бы не спать у нас там возле два забора мы работаем 24 на 7 я такой непонятно и все похоже что будет у нас крученная проволока тут матках такой не проволока протек толстый протек поэтому ждем пока будет загружать скорее всего ползать вряд ли можно будет возле машины я думаю но посмотрим как говорится оказывается же не так просто мне отправили берется бумаг нет конечно никто не дал тебе надо на весы ехать а там такой значок на весы стрелка загнута но я и проехал в общем то он объяснил мне когда с понедельника по пятницу работают весы которые находятся в при въезде сюда на завод а когда на выходные приезжаешь что нужно заезжать на весы где этот поезд едет рейл скейл называется я вон туда поеду мы как и сюда заеду тут же пути он говорит и вот объезжаешь вокруг кучи и выезжаешь ко мне на весы и останавливаешься идешь ко мне вверх и эти расчеты бумажки он не распечатывал бумажку объяснил говорит что сейчас и должен заехать вот в эти вот ворота не наш там будет грузить везде разное есть и прутики есть и арматура есть и болванки какие-то круче много всего тут грузят и вот он объяснил мне когда ты завязок грузят забирай обратно бумаги и потом выйдешь на другие весы просто отсканируешь бар-код и тебе там принтер выдаст все документы а вот мерчант бар это мои значит бары какие-то буду вести все вот так все эти слова я говорю блин извините первый раз говорю карты нету как я могу до него и все нормально грето это просто они так делают отправляют вас сразу непонятно куда я им говорил об этом я не заблудился все нашел загрузили арматуру как и говорил сейчас покажу как будем крепить машина весит груженая с полными баками в ровно 80 тысяч паундов прям ровно со мной 8200 не знаю я посмотрел и оказывается моя машина тяжелее когда прям полные полные баки я проехал сколько на 50 может максимум нет и вот что мартисы простые разные по-разному показывать 33100 это мой вес я как мне сказал мужик отсканирует бар-код сканером из принтера выехали вот бумажки от мужик наконец-то не катается круголинок накручивать вот тут типа все у них написано что сделать на нас ничего не получается с вами по номеру они сделали автоматизацию на выходных никто не работал вот так одним я думаю здесь кто-то работает по-любому поэтому вот так а он катается road wizard компания не знает не знает как делать что еще я заметил это то что гадость какая я катался здесь же мусора много этот как его они плавят металл я когда выезжал я себе расчищу расчистил ногой поверхность потому что по гвоздям планировалось ехать я говорю нифига подобное я хочу чтоб колеса были целы и поэтому а чё это я странный он ему надо взвесить ему бумаги не выдаст странно дядька мимо весов поехал и хочу вам бумаги дали вот все сейчас это вот здесь вот островок есть остановимся и будем привязываться груз прикольный тяжелый на всем на всю массу это опять-таки вот он 40 сколько 47000 весит груз получается там 46 900 если быть прям точным точным и поэтому надо бы хорошо привязать то что классно у низкий центр тяжести низкий здесь пытаться по этим горам с оригона калифорнии будет нам намного приятнее не будет заносить на так сильно на поворотах вот главное хорошо привязать чтобы она никуда не съехала не поехала в мою сторону в кабину обычно видел ну как обычно иногда машин есть такая стенка которая прямо на прицепе стоит чтобы он справился пицца то ничего перед это на самом деле она немножко неудобная потому что бывает груза иногда торчат вперед-назад и никак а выезжать вот сюда написаны west exit то есть подъезжаешь к воротам там стоит потом поедем там катушка снизу земле забетонирована индукционная ты подъезжаешь она металловит и сигнал срабатывать и открываются ворота поэтому так ну вот видите здесь везде вот этот мусор железный валяется я бы еще в колеса не попробовать потому что потому что это очень плохо все выходим на улицу и работаем так этот водитель не понял как распечатывать документы приехал по второму кругу и к нему пришел мужик приехал на машинке объяснил ему как делать я человек простой советов не даете меня не спрашивать то есть просили помог бы так много-много ремней и очень-очень туго нужно их затянуть потому что чтоб не поехала все неизвестном направлении вешался прямо на ключ с инвесом чтобы затянуть думал чтобы что-то по подкладывать а потом у меня пустила такая мыс здесь будут такие бугры с одной стороны со второй тюрьме не будет левитировать короче не будет прижимать эту арматуру и внутри будет тебя пустоты может какие-то ну каким-то образом при торможении передней пачке поехать но это не вот много-много-много-много всего подкладывал именно под низ потому что если сюда бы наверх положить будет бугор как я вам уже рассказал вот а именно здесь подложил потому что там это вот пачка на очень криво лежит не падает она туда по странствам и не прижимается никак поэтому подложила ветер весь ремень получился над потому что там бугорок наглядный пример поэтому как-то вот так я думаю все должно доехать все будет отлично погода прекрасная несмотря на то что было ночью там что минус 3 сейчас уже солнце плюс 10 наверное будет примерно ну все выезжаем я доделываю свои дела и ищу путь дорогу так смотрите с левой стороны я вычитал что это музей авиации там он прям самолет стоит на крыше обалдеть и называть evergreen evergreen как это компания которая контейнеры перевозит это музей то внутри много много всего несколько видно вот второе большое здание есть а так вон она еще есть сейчас посмотрим тут немножко с окна там кучу самолетов всяких которые снаружи стоят куча которые внутри помещений и смотрите какой здесь сейчас будет большущий самолет так здесь истребитель какой-то стоит а здесь там дальше тоже истребители есть обалдеть звездная полоса маленькая и вот смотрите это какой-то пассажирский не правда двигателем сняли с него обалдеть здесь он куча всего блин будет время нужно будет сюда приехать посмотреть классно а рядом муниципальный аэропорт вот здесь вот с этой стороны справа и вот и что вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы наконец-таки набрали 10 тысяч подписчиков, это та цель, которую я ставил перед собой до конца года набрать на канале, и она случилась даже не за 12, а за 11 месяцев, это очень большой результат для меня, всем огромное спасибо, что остаетесь, что смотрите, что подписываетесь, пишите комментарии, вы большие молодцы, я всем вам благодарен, ну а этот ролик будет заканчиваться, всем огромное спасибо, увидимся в следующем видео, пока-пока. Оставайтесь на связи, не переключайтесь, точнее, оставайтесь, не так. Ладно, нет, все закончим, не могу подобрать слова. Я достал какой-то этот, сейчас запишем заново. Сгущёнка, она есть даже в Беларуси, фу, даже в Беларуси, даже в Беларуси, какая глупость. Попытка номер два, и канал продолжается. Нет, продолжается снимать, фу, перезапишем. Спасибо. Спасибо.